В доме музея Николая Лобачевского проходит уникальная выставка, посвященная его современникам. Одним из современников Николая Лобачевского был польский и русский ученый первой половины XIX века, востоковед Осип Ковалевский. За время обучения в университете он вступает в два тайных общества. Общество филаретов и общество филоматов. Правительство, узнав о существовании тайного общества, арестовывает и ссылает многих членов этого общества. Осип Михайлович был сослан в Казань. В Казани Ковалевский довольно быстро овладел татарским языком и стал заниматься изучением тюркских, арабского и персидского языков. А в 1855 году он становится ректором Казанского университета. За время работы в Казанском университете он совершил выдающуюся, блестящую экспедицию. В 1828 году он был направлен в Иркутскую губернию для изучения монгольского языка. За время командировки Осип Ковалевский посетил Монголию, Забайкалье и Китай. По возвращении в Казань он привез для университета богатое собрание книг, рукописей, этнографических коллекций. На выставке посетители могут познакомиться с уникальными экспонатами, которые Осип Михайлович привез из этой экспедиции. Это разнообразные фигурки Будды и, конечно же, это атрибуты буддийского культа. Также большая была коллекция традиционной китайской одежды, обуви, украшений и аксессуаров. Экспонаты, которые чаще всего наибольшей степени впечатляют наших посетителей, это вот маленькая женская изящная туфелька для ножки лотоса. Девочки в возрасте 4-5 лет перебинтовывали ногу бинтами и нога срасталась неправильно. Она напоминала небольшой полумесяц. Осип Михайлович это так впечатлило, что он сам лично вырезал из дерева макет маленькой вот этой женской изящной китайской ножки. В музее даже сохранилась тетрадь, в которой Ковалевский подробно описывал и классифицировал сделанные им приобретения. Анна Глазунова, Ленардо Валитяров, Универ Ньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова